В 1885 году немцы Daimler и Maybach впервые познакомили мир с мотоциклом. Их изобретение было до гениальности простым. Они даже не представляли, сколько всего странного и необычного придумает человечество, используя колёса, раму и мотор. Dodge Tomahawk. В 2003 году на североамериканском международном автосалоне в Детройте компания Dodge представила футуристического вида мотоцикл с 10-цилиндровым двигателем мощностью 500 л.с. от автомобиля Dodge Viper. Мотоцикл имеет два передних и два задних колеса, что делает его скорее не мотоциклом, а отдельным видом квадроцикла. Каждое из четырёх колёс снабжено собственной независимой подвеской. Максимальная скорость Tomahawk по данным производителям составляет 468 км в час. Но, как утверждают инженеры, создавшие Tomahawk, теоретически он может развить скорость 613 км в час. Это и неудивительно, если учесть мощность данного байка. Однако на деле никаких подтверждений тому, что этот мотоцикл может ехать хотя бы 200 км в час, нет. Экземпляры Tomahawk ручной сборки были выставлены на продажу по цене 555 тысяч долларов за штуку. До 9 штук было продано. Самым неудобным, по признанию владельцев, является акселератор. При движении мотоцикл так и норовит ускользнуть из-под водителя. Причиной такого недостатка является мощный двигатель и чрезмерно короткий ход коробки передач, что вызывает дискомфорт при передвижении. Uno 3. Концепт Uno 3 был впервые представлен публике на профильной выставке. Был признан первым в мире полноценным мотоциклом-трансформером. Идея концепта пришла к изобретателю Бену Гулаку после поездки в 2006 году в Китай. Загруженность улиц и загазованность воздуха заставили задуматься о том, чем заменить автомобили, чтобы это было компактно, удобно и экологично. Было разработано две модели – Uno и U2, и только в третьей модификации Uno 3 удалось довести мотоцикл до практически готового коммерческого образца. Увеличение продольной устойчивости на высокой скорости достигается за счет третьего колеса. В состоянии покоя и на малых скоростях колесо пассивно и находится в подвешенном состоянии, а концепт стабилизируемой системы гироскопов передвигается на двух соосно расположенных боковых колесах. С увеличением скорости Uno 3 наклоняется вперед, активные колеса отодвигаются назад, а пассивные – средние. Выдвигается вперед и превращается в традиционное переднее управляющее мотоциклетное колесо. В результате на высоких скоростях получается обыкновенный дорожный мотоцикл. Последнее достижение разработчиков – способность Uno 3 уверенно двигаться со скоростью 48 км в час в режиме Uno до 24 км в час и преодолевать без подзарядки до 56 км расстояния. Полная зарядка батареи от обычной бытовой сети занимает от 3 до 4 часов. МТТ Y2K – это единственный легальный допущенный к движению на обычных дорогах мотоцикл, оснащённый газотурбинным двигателем. Весь вес мотоцикла составляет 227 кг, а максимальная скорость равна 402 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час за полторы секунды и от 0 до 300 км в час за 15 секунд. Сердцем машины модифицированы для данного применения авиационные Rolls-Royce Ellison 250. Газотурбинный двигатель с выводом мощности на вал. При собственном весе в 61 кг двигатель развивает 320 л.с. на 52 тысячах оборотах в минуту. Двухступенчатая автоматическая трансмиссия понижает эти чудовищные обороты до тех, с которыми обычно вращаются колёса мотоцикла, попутно пропорционально повышая крутящий момент. Заправляется этот мотоцикл авиационным керосином, либо обычным дизельным топливом. Объём бака 34 литра, а расход 1 литр на 1,3 км. Выхлопные газы достигают температуры в 650 градусов по Цельсию и способны расплавить бампер близко стоящего сзади на светофоре автомобиля. Таурус 2х2. Мотовездеход Таурус 2х2 произвёл настоящий фурор среди любителей мототехники. Буквально сразу после появления в сети первых фото этого байка, интернет-пользователи присвоили детищу россиянина Александра Зинина титул «Лучший апокалиптический мотоцикл». Полный привод и необычно большие шины российского супербайка позволяют даже не очень опытным гонщикам пересекать самый сложный ландшафт. В настоящее время выпущены две версии апокалипсического мотовездехода – Таурус 2 и Таурус 2М. Таурус 2 весит всего 45 кг, и на него устанавливаются шины низкого давления. Таурус 2М весит 74 кг, его шины больше, чем у Таурус 2, что обеспечивает более высокую проходимость. Мотовездеход оснащён двигателем от мини-мотоцикла и трёхскоростной коробкой передач. Максимальная скорость апокалипсического мотоцикла – 60 км в час. Угол поворота – 55 градусов. Несомненным преимуществом вездехода Таурус является лёгкость демонтажа. Всего за 5 минут его можно разобрать, упаковать в две сумки и погрузить в багажник автомобиля. Мотоцикл на водных лыжах KTM 250SX Каскадёр Робби Мэдисон выполнил уникальный трюк, пролетев на мотоцикле по водной глади Тихого океана на Таити. Для этого трюка бай KTM 250SX оснастили специальными пластинами, которые обеспечивают устойчивость на воде, а место стандартного заднего колеса заняла особая шина с увеличенными зацепами, создающими грибной эффект. Также был установлен новый двухтактный двигатель с защитой от попадания солёной воды. На подготовку этого трюка ушло практически два года и огромное количество тренировок и попыток. Естественно, в стоковом виде мотоцикл не способен удерживаться на плаву, поэтому его слегка модифицировали. Место для трюка выбрали очень живописное – побережье экзотического острова Таити, где высота волн нередко доходит до 7 метров. Настоящий рай для сёрферов. Однако подобные природные явления также таят огромную опасность. На местных волнах за последние 15 лет погибли 5 профессиональных сёрферов. Поэтому к заезду готовились с особой тщательностью, уделяя внимание мельчайшим нюансам. Монстр из ада Это самый большой мотоцикл в мире. Имя этого грозного двухколёсного зверя – Monster Motorbike from Hell, что означает «Монстр мотоцикл из ада». Эта махина была создана в 2008 году в Австралии бывшим каскадёром Рэйм Бауманом и маленькой командой помощников. На всё про всё ушло около трёх лет. Высота байка составляет 3 метра, длина – 9 метров, а общий вес достигает 13,5 тонн. Колёса и шины сняты с 80-тонного самосвала Caterpillar, двигатель производства Detroit Diesel, а коробка представляет собой шестиступенчатый автомат Ellison. Мотоцикл может с лёгкостью переехать и раздавить легковой автомобиль. Судя по всему, именно для этого он и создавался. Маклин V8 Rocket Roadster Этот необычный моноцикл построил американец Керри Маклин. Первый моноцикл Маклина приводился в действие мотором от газонокосилки, но, несмотря на это, доставлял своему созданию не меньше удовольствия, чем спортбайк. Следующий моноцикл Маклина оказался мощнее и больше. Внутри огромной 36-дюймовой шины от французской машины для сбора винограда стоял 40-сильный мотор с водяным охлаждением от снегохода. Разумеется, американец не остановился на достигнутом и построил ещё пару агрегатов, оснащённых на сей раз V-образной восьмёркой от автомобиля Buick Wildcat мощностью от 325 до 370 лошадиных сил. На Rocket Roadster был установлен самый свежий рекорд скорости среди моноциклов – 185 км в час. Управляются все моноциклы Маклина отклонением корпуса двигателя, однако последний Rocket Roadster оснащён также стабилизатором и аэродинамическими рулями направления, которые начинают действовать при достаточно больших скоростях. Тормоза же настроены так, что при нажатии на них пилот клюёт носом, но не прокручивается внутри колеса. На этом всё, друзья, ставьте лайки и делитесь этим роликом с друзьями. А какой из этих необычных мотоциклов вам понравился больше всего? Напишите в комментариях.